Труженик войны и народного хозяйства. Такую славу заработал первый серийный советский грузовик ГАЗ-АА или легендарная полуторка. Грузовик полюбился водителем за простоту конструкции и надёжность. Его сборка не требовала высокой квалификации, а ремонт легко было провести в полевых условиях. Такой простой и одновременно надёжной машине пришлось пройти героические испытания, выпавшие на долю советских людей. Первые пятилетки – война, восстановление хозяйства. Своя полуторка пополнила парк ретро-автомобилей военно-исторического клуба «1945». Автомобиль был найден недалеко, правда, от города. Отдельно рама, отдельно колёса, отдельно какие-то разбросанные запчасти. Всё это дело складывается в кучу. Ну и везётся уже дальше, дефектуется, комплектуется. Ну и долгие годы ожидания возврата обратно. То есть это вообще серьёзная работа, и этим занимаются специализированные мастерские. Самому, если этим заниматься, это достаточно тяжело. «ГАЗ-АА» 38-го года выпуска выставили на 15-м международном фестивале исторической техники в Казани. Выставка ретро-машин собрала около 300 старинных автомобилей и мотоциклов, прибывших из разных регионов России и Таджикистана. В фестивале клуб «1945» принимает участие уже в шестой раз. Это отличная площадка для общения, знакомства, обмена опытом, признаётся Алексей Морозов. «Из новых автомобилей, вот из нашей тематики, из военных, кто нас обогнал, это первое место заняла реставрация полуторки «ГАЗ-А» бензовоз, вообще редчайший автомобиль. Плюс там второе место заняла «ГАЗ-АА» тоже грузовой автомобиль с откидывающим скудом механическим, то есть вообще очень интереснейшая кинематика. Когда ручку просто дёргаешь, кузов опрокидывается и потом по собственному весу возвращается обратно». Саровскую полуторку члены жюри оценили по достоинству. В номинации за лучшую реставрацию военного автомобиля выпуска до 1950 года она заняла третье место.